Александр Курзанцев. Ученик Маневоли. Читает Макс Радман. Пролог. Как меня, она туда. Все началось с того, что меня поселили на чердак. Нет, все началось с того, что я оказался в совершенно чужом мире. Блин, нет. Началось все, наверное, с того, что передо мной появилась удивительной красоты и столь же удивительной холодности девушка. Да, пожалуй, все-таки так. Началось все с ее появления. Она возникла прямо по центру комнаты, и воздушная волна буквально смела все вокруг, переворачивая вверх дном мебель и то, что не было прибито к полу, включая меня самого. С проклятиями выбравшись из-под кресла, в котором до этого так удобно сидел, активно поигрывая в танчики, я горестно воззрился на треснувший экран монитора и, стянув с головы наушники, мрачно кинул их туда же, в эту кучу малу. Виновницу сего бедлама, впрочем, данный факт ничуть не покоробил. Видимо, она была выше этого. Ширяев Павел Алексеевич, 1983 года рождения по внутреннему летоисчислению вашего мира. Сухо произнесла дама, не то спросив, не то констатировав факт, не глядя на меня. Ее взгляд прошелся по комнате где-то поверх моей головы, что было, в общем-то, неудивительно, ибо она вполне спокойно парила в воздухе почти в метре от пола. Что это было? Антигравитационные туфли или заклинания левитации я не знал. Но сам факт подобных возможностей заставлял серьезно отнестись к ситуации, и поэтому, немного нервно обтерев жирные после пирожков с капустой ладони осемейные трусы, я максимально тактично ответил – да. По достижении 17-летнего возраста вы, как субъект с зарегистрированным магическим даром, направляетесь в магическую академию имени архимага Магнуса Сидорийского для прохождения обязательного обучения. Тут она, взяв паузу, перевела взгляд на меня. Я тоже машинально опустил взгляд вслед за ней и почесал слегка выпирающий живот, одновременно постаравшись оттереть пятно от кофе с майки-алкоголички, что обтягивало мои не слишком худые телеса. Пауза затягивалась. Ну а что тут скажешь, если с Фио и годом рождения все было, что называется, ок, а вот с возрастом выходила таки промашка? Глядя в наполняющиеся возмущением глаза незнакомки, я даже чуть застеснялся того, что мне не 17, хотя в своей 34 вроде как уже давно забыл, что это такое. Что за шутки? Наконец гневно воскликнула она. Кто вы и где мальчик? Ну, как бы... Я потеребил труселя, не зная, куда деть руки. Пряча глаза, тихо ответил. Я мальчик. Тут она что-то прошептала, посверкивая на меня ясными голубыми глазищами, щелкнула пальцами и по мне словно пробежала волна щекотки, заставив дернуться и поежиться. И правда, тон незнакомки стал задумчивым. Мальчик. Порывшись, она из небольшой сумочки на боку достала серьезный такой, увесистый, явно не умещающийся в ней свиток. Развернула, вчитываясь в невидимый мне текст, а затем с незнакомым мне ругательством, о том, что это было именно оно, говорила та экспрессия, с которой оно было произнесено, свернула и буквально вбила свиток обратно в сумочку. Удвоенный временной поток. Гнев девушку даже как-то оживил, сделав более... человечной, что ли, я невольно залюбовался, слушая, как она злобно шипит. Нет, эти клуши в службе регистрации на сей раз точно получат по полной. Это же надо. Незнакомка вновь задумчиво посмотрела на меня, затем уже оценивающим взглядом прошлась сверху донизу, да так, что я остро пожалел, что на мне нет хотя бы штанов. — Так тебе тридцать четыре? — прищурившись, спросила она. — Да. Только и смог кивнуть я. — А выглядишь на все пятьдесят, — припечатала незнакомка. Не знаю, чего она этим добивалась, но подобного издевательства я уже не стерпел и буркнул первое, что пришло в голову. — Зато ты вот выглядишь на двадцать пять, а самой, небось, уже лет двести. — Самое смешное, что я, похоже, угадал. Вон, как она ртом в воздух хватает. Только вот что-то в ее глазах неуловимо изменилось, и я рефлекторно прикрыл ладошками промежность, как в футболе перед пенальти. Но пронесло. Глубоко вздохнув и прикрыв глаза, девушка секунду повисела в тишине, а затем вновь ледяным и бесстрастным голосом произнесла. — Обучение обязательно, и может быть отменено только по причине гибели кандидата. Суровый прищур коснулся меня, и я быстро-быстро замотал головой, всеми силами показывая, что такой вариант меня не устраивает. В остальном, ничто не может служить препятствием для направления в академию, а значит, тут от дамы волнами начала расходиться непонятная сила, мы отправляемся немедленно. Ее всосало в саму себя, как в черную дыру, а следом за ней и меня. Последняя затянула мою вытянутую в отчаянной попытке ухватить вместе с собой штаны руку, но все было тщетно. Вот так я и вступил в новый для себя мир, босиком, в заляпанных жирными пятнами семейных трусах и растянутой майке-алкоголичке с пятнами кофе. Глава первая Стоя на холодном мраморном полу, я старался держать независимый вид, и только временами, когда становилось совсем не втерпеж, тер одну волосатую ногу об другую. Чертова стерва я не подумала меня приодеть, сходу потащив к ректору. Я, признаться, красоты местной магической академии и не разглядел толком. Вывалился на брусчатку, шлепнувшись на пузо перед воротами, вслед за так и не представившейся гражданкой магиней. Или как у них тут таких называют, и тут же, подскочив, уныло порысил вслед за ней же, даже не подумавшей останавливаться. Да и особого праздника по случаю нового набора учащихся, как и толп поступающих семнадцатилеток, мне на глаза не попалось. Но вот смешки и откровенно иронические взгляды я на себе по пути к большой башне, что маячило конечным пунктом нашего вояжа, таки ловил. Студентов на территории было немало, и обидчивая дрянь явно тащила меня через самые большие их скопления. Вот скажите, разве нельзя было, например, через черный ход провести или наколдовать мне одежку какую? Башня оказалась ничем иным, как резиденция и ректора Академии. Магистр, кавалер чего-то там, член чего-то тут, я не запомнил, и прочее, и прочее. Это мне красавица нашептала в ухо перед входом в его рабочий кабинет. Ах да, звали многоуважаемого дядечку Зорак Хан. Впрочем, с дядечкой я ошибся. Ректором Академии оказался этакий дедушка в стиле божий одуванчик. С добрыми-предобрыми глазами. Типичный, ну вот вообще типичнейший ректор магической Академии. Прям сотня дамблдоров из десяти. Был он канонично потлат, бородат, и седина обильно серебрила его густую шевелюру, добавляя степенности и харизмы. Незаметно ткнув даму локтем в бок, прошептал. Если он так выглядит, ему небось уж тысяч десять лет стукнуло. Но та только шикнула на меня, терпеливо ожидая, когда ректор отвлечется от беседы с еще одним неизвестным, что развалился в кресле сбоку. Мужчина был на вид чуть старше меня, весь в черном, с холеном и чуточку высокомерным взглядом, мимоходом мазнувшим по мне. Когда он поднялся, вставая во весь свой немаленький рост, поправляя кружевные манжеты, сидящего на нем как вылитого камзола, я оценил и разворот плеч, и широкую грудь с впалым животом, с тоской подумав, что мне с моей ленью о таком остается только мечтать. — Мастер Иквус, так когда от вас можно ждать? Последнюю фразу ректор произнес чуть громче в спину уходящего франта, на что тот дернул неопределенно плечом, словно прогоняя назойливую муху, и ответил. — Как только, так сразу. Я же тысячу раз говорил, не стоит меня торопить, а то ведь я могу и забыть про что-нибудь. Последнее прозвучало, как неприкрытая угроза, но Кхан лишь помахал рукой, признавая свое поражение. Поравнявшись с нами, этот самый мастер Иквус вдруг остановился и, сморщившись, спросил. — Старший преподаватель Марна, ну и кого вы притащили в этот раз? Очередной так любимый вами коллекционный экземпляр из доисторических времен? Настолько уникальный, что вы его потащили к ректору, не то что не продезинфицировав, но элементарно даже не умыв и не сменив в исподнее? Он брезгливо провел пальцем по моей майке и со вздохом продемонстрировал девушке. Но та, вместо того, чтобы поставить хлыща на место, вдруг торопливо и тихонько защебетала. — Мастер Иквус — это не экземпляр, это новый студент Академии. Просто с ним вышла некоторая сложность. — Тем хуже, — не меняя тона, заметил тот. — Любите же вы шарить по каким-то богом забытым мирам? Я первый раз вижу студента, что в 17 выглядит на 50. Я было дернулся ответить уязвленный, но это старший преподаватель сделала такие глаза, что я проглотил рвущиеся с языка оскорбления и отвел взгляд, сделав вид, что разглядываю книжные полки. Единственное, когда непонятный чел покинул кабинет, шепотом спросил. — А это вообще кто был? — У-у-у, — протянула Марна, — сказала с нотками уважения. — Это наш начальник административно-хозяйственной службы. — За вхоз, что ли? — не поверил я. — Да это же принеси, подай, пошел нафиг, не мешай. — Молчи, — буквально встала на добыта. — Не дай святой Магнус, он услышит. — Понимая, что ни черта я не понимаю, только покачал головой, не став больше спорить, и, повинуясь приглашающему жесту, подошел к столу ректора, садясь на предложенный стул. — Что характерно, кресло завхоза мне не предложили, хотя даже на вид оно было значительно удобней. — А ловко вы подшутили над нашим охошником, Марна, — ректор подмигнул, приоткрывший рот от удивления дами, — со студентом. — Не ожидал от вас. — Итак? Хан нагладил длинную бороду и, хитро прищурившись, посмотрел на меня. — И кто же это у нас? — Новый преподаватель трудовой магии. — Ждем, ждем. — Погодите. Не дав нам и слово вставить, он по-особому крутанул ладонью и в появившуюся перед ним воздушную воронку быстро проговорил. — Сергей Юрьевич, зайдите-ка ко мне. — Магистр, — вклинилась чуть приподнявшись девушка, но не успела договорить, как дверь кабинета распахнулась, и в проем ввалился новый участник нашей беседы. Небритый, со слегка опухшим лицом, он был в замызганном халате, из-под которого выглядывала майка точь-в-точь, как моя, и растянутых трениках с пузырями на коленях. Ленчал композицию берет, криво нахлобученный на голову. При виде меня глаза его наполнились слезами, и срывающимся голосом, упав на колени и воздев руки к потолку, он буквально проорал. — Ну, наконец-то, наконец-то закончится этот ад. — Сергей Юрьевич, держите себя в руках. Поправляя очки четвертинки, я, кстати, впервые такие видел, произнес кхан. — Вот, передадите дела, и тогда будете вольны, как ветер. — Кстати, ректор перевел взгляд на меня. — Будьте знакомы. Наш преподаватель трудовой магии Сергей Юрьевич Глушаков. А вы? — Эм, Ширяев, Павел Алексеевич. — Земляк? Глушаков в едином порыве, как на крыльях, пролетел над полом и, упав мне на грудь, разрыдался. — Магистр, — пискнула, глядя огромными глазами на сюрреалистическую картину, марно. — Вы все не так поняли. Это не новый преподаватель. Это действительно студент. Просто в отделе регистрации не учли, что в его мире удвоенный временной поток. Ему сейчас не 17, а 34. Выпалив все это скороговоркой, она виновата покосилась на трудовика, а тот, как громом пораженный, отстранился, с неверием глядя то на меня, то на ректора. — Так это не шутка была. Тонг Хана потерял добрую половину теплоты. — И почему же ты сразу не сказала? Видишь, вот, зря обнадежил Сергея Юрьевича. Простите, старший преподаватель поникла, стараясь не встречаться с трудовиком взглядом. А Глушаков, медленно поднявшись на ноги, зачем-то поправил на мне майку и, утерев кулаком набежавшие слезы, побрел к двери, шаркая тапочками. Уже на выходе, протяжно и страдальчески вздохнув, он грустно спросил. — Ты хоть водку-то пьешь? — Пью. — Покаянно вздохнув в ответ, признался я. — Ну, хоть что-то. Все так же печально ответил трудовик и тихо прикрыл за собой дверь. — Нехорошо получилось. После недолгого молчания заметил ректор. Снова в задумчивости огладил бороду. Сделав пас рукой, буквально выхватил из пустоты увеличившийся до гигантских размеров книжный том и, раскрыв его, принялся быстро листать. Устав Академии шепотом прояснила ситуацию марно. Хмыкнув, я окинул взглядом талмуд размером в развороте с А2, а то и больше. Однако на все случаи жизни книжка не меньше. А ректор, отлистав страниц сто, убрал устав обратно куда-то и, с сожалению, в голосе заявил. — Нет, исключений нет. Надо учить. И прецеденты, насколько помню, были. Правда, те случаи не настолько... Он покачал головой. Тяжелые, я бы сказал. — Да что вы по внешнему виду все, — опять обиделся я. Мне побриться, помыться, одеться нормально. А за полгода физо я и жирок лишний сгоню, не узнаете. — Да я не об этом, — отмахнулся к хан. Поднявшись из скрипнувшего кресла, подошел к стеллажам с книгами и, проведя пальцами по корешкам, вытащил одну из них. Это исследование Рагнеды Мудрой вдруг поинтересовалось марно, чуть подавшись вперед. — Я вам и без них могу все обсказать. — Все забываю, что ты у нас увлекаешься антропологией. К хан сел обратно за стол, тепло улыбнувшись девушке. — Да, магистр, согласно всем проведенным исследованиям, 17 лет для человеческого вида — это оптимальный возраст для начала развития магического дара. К этому времени он приобретает устойчивость, и его становится почти невозможно выжечь неосторожными манипуляциями с магией. Однако в то же время и сознание, и энергетические потоки в теле человека еще гибкие и подвижны, а потому не препятствуют направленному развитию манопотоков и энергоканалов. — Но чем старше человек, чем позднее начато обучение, тем сложнее ему воспринимать магию и раскачивать энергоканалы. По моему мнению, 30 лет — это предел, после которого шансы на обучение даже простейшим манипуляциям с даром минимальны. Тут она как-то даже виновата и с легкой жалостью посмотрела на меня. — Но и не учить мы не можем, — заметил К хан. — Не можем, — эхом вторила ему старший преподаватель. — Что ж, после недолгой паузы произнес ректор. — Поздравляю вас, Павел Алексеевич, с поступлением в Академию магии имени Магнуса Сидорийского. — Спасибо, — я поерзал на стуле. — На торжественную церемонию не приглашаю. И вам будет неудобно, и нам. К хан чуть развел руками, извиняясь. — Да, понимаю. Семейники в горошек и моя небритая морда явно не ввязались с торжеством поступления. — Но вот предрасположенность вашей и, соответственно, факультет вам определить надо. Снова из ниоткуда возникла книга. Я так понял, местные маги любят облегчать себе быт, не утруждаясь физическими нагрузками. Интересно, а я так тоже смогу? — Руку на книгу, пожалуйста. Положив ладонь, как говорили, на шершавую обложку, я прислушался к себе, но ровным счетом ничего не почувствовал. Ни холода, ни жара, даже самого завалящего электрического покалывания, только обложка слегка потеплела от прикосновения. Впрочем, необходимый результат был таки достигнут. Тихое бормотание, и над книгой зависает пять слабосветящихся разноцветных шариков. — Это хорошо или плохо, магистр? — со скрытой надеждой в голосе спросил я. — Пять направлений из двенадцати, — резюмировал хан, с некоторым интересом глянув на меня. — Думаю, в семнадцать было бы больше, штук семь-восемь, но и так неплохо, очень неплохо в вашей ситуации. С другой стороны, — продолжил он, — все они бледны. Обычно один-два горят ярче, выявляя предрасположенность, но у вас все пять почти одинаковы, так что можете смело выбирать любую из этих пяти специализаций, особой разницы для Академии нет. — А для меня? — несмело задал я вопрос. — Для вас, — ректор хмыкнул, — ну разве что в плане личных симпатий и антипатий. Впрочем, откуда бы им взяться? Вы же не имели дела ни с одним видом магии до этого. Так что... — Нет, давайте лучше я сам, — пресек я самоуправство. — А что, подсунут какую-нибудь некромантию? А я трупов не то чтобы боюсь, а так больше брезгую. Или ботанику еще, серечь друидичество. А мне с растениями возиться поперек горла уже. Хватит, двадцать лет на родительском огороде отгорбатился. — Да пожалуйста, — хан широко развел руками, — ваше право. На ехидно посверкивающем очками лице прекрасно читалось все то, что ректор думал о самонадеянном студенте переростки. Но я решил подойти к вопросу выбора со всей серьезностью и, прокашлившись, попросил. — Огласите весь список, пожалуйста. — Все двенадцать? — я кивнул. — Ну хорошо. Откинувшись и сцепив ладони на животе, хан начал перечислять. Во-первых, четыре направления факультета стихийной магии — огонь, вода, воздух и земля. Классические направления боевой магии — мощные школы, выпускающие магов-боевиков. За ними по порядку, но не по значению, идет четверка направлений факультета белой магии — друидизм, целительство, магия разума и магия иллюзий. Ну а за ними четверка темномагических специализаций факультета черной магии — некромантия, демонология, магия крови и проклятия. А трудовая магия, переваривая информацию, спросил я. Это так называемая общая магия. Для нее подходит любой дар, разве что поначалу приходится учитывать специфику манипуляций с ним. Допустим, стихийник, переборщив с вливанием силы в ту же обработку деревянных деталей, попросту может их спалить, заморозить, разорвать нащепки, раздавить в конце концов. У друида эта деревяшка зацветет, а у адепта школы проклятий просто сгниет в руках, рассыпавшись трухой. То-то Сергей Юрьевич так переживал. Глубокомысленно поиграл я бровями, вспоминая рвущиеся из самого сердца эмоции местного трудовика. Сложный участок, сложный, покивал, вторя моим мыслям ректор. Еще и не все студенты понимают, зачем им это. И зачем же? Тут же поинтересовался я. Ну как же? Хан улыбнулся, сощурившись так, что вокруг глаз прорезались лучики морщин. Давно было подмечено, что подобные занятия прекрасно учат молодых людей контролировать свой дар, дозировать силу, прививают терпение, улучшают внимательность и точность, что для будущего мага есть основы основ. Поэтому на первых двух курсах ее очень много у всех. Вот только... Тут ректор с сожалением вздохнул. Далеко не все, особенно выходцы из благородных семей, это понимают и принимают. Понимающий покивав головой, я подумал, что и здесь хватает золотых мальчиков и девочек. В любом обществе, даже в том, где все равны, всегда найдется тот, кто ровнее. Впрочем, легонько хлопнул к Хан ладонью по столу, вернемся к вам. Из этих двенадцати вам доступно пять направлений. Стихийные школы в данный список не попали, что в общем-то было сразу видно по вашему характеру.